МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом году местная власть решила вдохнуть в Металлург новую жизнь. Из городского бюджета выделили около полубиллиона гривен, за которые был выполнен капитальный ремонт здания. Значительно видоизменился и тренажерный зал, который ежемесячно посещает около 70 спортсменов-тяжелоатлетов. При поддержке депутата Красноармейского городского совета от партии регионов Александра Швайко и бизнесмена Сергея Андрейченко были приобретены новые тренажеры, что дало возможность спортсменам физически самосовершенствоваться и достигать новых высот. Но на этом реконструкция стадиона не остановилась. Александр Швайко совместно с Сергеем Андрейченко задались целью превратить Металлург в полноценный спортивный центр для жителей поселка Диносового завода. Мы в ходе своей программы, объединив усилия, мы с Андрейченко и Сергеем популяризируем программу развития и поддержания спорта в городе Красноармейске. Это мы уже делаем активно. В этом году, в конце этого сезона летнего, мы акцентировали усилия на стадион Металлург, то есть это на единственный спортивный комплекс полноценный, который с большими залами, с малыми залами, на его благоустройство. В сентябре текущего года был выполнен большой объем работ по благоустройству территории спортивного комплекса Металлург. Александр Швайко и Сергей Андрейченко решили, что пришло время привести в порядок не только помещение комплекса, а и прилегающую территорию. Сначала были проведены восстановительные работы от мостки тренажерного зала. По всему периметру здания было залито новое цементное покрытие, что дало возможность предотвратить дальнейшее проседание фундамента. Для удобства посетителей были установлены подставка для велосипедов и урны, а для мам, которые приходят сюда с детьми, поиграть на уличной спортивной площадке – лавочки. Также была произведена опиловка старых деревьев и ликвидация ветхих. Раньше посетителям стадиона приходилось ходить по дорожкам без какого-либо покрытия, что в плохую погоду доставляло массу неудобств. Теперь же на их месте появились тротуары с асфальтовым покрытием. Но Сергей Андриченко и Александр Швайко решили не останавливаться на достигнутом. Сегодня в спортивном комплексе «Металлург» работают 7 секций, но вот секции настольного тенниса здесь не было. Мы сделали открытую летнюю спортивную площадку для размещения теннисных столов. Закупили профессиональные уличные теннисные столы, которые мы можем сейчас посмотреть, что даст возможность привлекать еще людей для занятия настольным теннисом. Цена одного такого стола для настольного тенниса превышает 7 тысяч гривен, и относятся они к разряду профессиональных. Но главная их отличительная черта – это то, что они являются всесезонными. То есть устанавливать их можно просто под открытым небом. Благодаря специальному покрытию поверхностей им не страшны ни дождь, ни жара, ни другие какие-либо климатические сюрпризы. При этом благодаря своей удобной конструкции и не особо значительному весу их можно легко транспортировать. Кстати, как только погодные условия не позволят спортсменам оттачивать свои навыки в настольном теннисе на улице, столы перенесут в помещение. Все эти мероприятия и дополнительное увеличение секции в спортивном комплексе позволят привлечь к спорту еще большее количество людей, так как «Металлург» в своей основе очень большой и разнопрофильный, на который просто длительное время никто не обращал внимания. Спортсмены, ежедневно посещающие спортивный комплекс, отмечают, за последнее время «Металлург» действительно значительно преобразился. Очень приятно, что развиваются, приобщают молодежь к спорту, не к интернету, там сидят целыми днями дома, а ходят по спорту, развиваются. И приходят люди вообще разных возрастных категорий. Много лет шесть я занимаюсь здесь, раза два был ремонт. В последний раз вообще замечательно сделали, новые тренажеры завезли. Спасибо большое тем, кто сделал. Те, кто возобновляет реконструкцию стадиона «Металлург», за то, что сделали детскую площадку, из-за куда детям прийти, есть в теннис поиграть, тоже площадку, плитку сделали. Спасибо за то, что привозят новое оборудование в спортзал, что есть куда прийти на Диннессе заниматься. В дальнейших планах Александра Швайко и Сергея Андриченко культивация на базе спортивного комплекса еще одного вида спорта. Сегодня здесь каждую зиму заливается каток. Но в связи с тем, что делается это не на плотное покрытие, а просто на промерзлую землю, гладь льда получается не очень качественной, а процесс очень затратным. Кроме того, особой популярностью у жителей поселка Диннессового завода каток никогда не пользовался. Поэтому в ближайшее время его заменит современная волейбольная площадка. Хотим, может быть, возобновить или даже создать новую программу по проведению спартакиады общегородской, которую мы хотим провести также в весенний-летний период после проведения ремонтных работ здесь. Это общегородская спартакиада, которая будет включать в себя различные виды спорта, проведения. Это и футбол, это и настольный теннис, который мы сейчас развиваем, и тяжелые виды единоборств, и, возможно, это будет и волейбол. Планы меценатов по праву можно назвать далеко идущими, ведь одно из приоритетных направлений на будущее и благоустройство территории вокруг футбольного поля. Мы хотим восстановить трибуны, которые должны быть, потому как игроки приходят играть, а зрителям негде смотреть. Мы хотим также восстановить новые трибуны, сделать с них не со старых, а сделать просто новые, потому что старые просто не получится их как-то реконструировать. И также привести в порядок всю территорию, это восстановить центральный вход. Сложно переоценить то, что уже сделано, и то, что еще планируется. Но, как признаются сами меценаты, все это не было бы возможно без помощи других. Таких же, как и они, неравнодушны к развитию спорта в городе людей. Силы свои, это хорошо, но мы вынуждены обращаться и к другим предпринимателям, к другим людям, которым, я как говорю, не байдуж спорт в городе, и не байдуж наше подрастающее поколение. Поэтому хочу выразить благодарность это коляде Василий Николаевичу, который нам помог приобретением материалов. Это директор Красноармейского завода железобетонных изделий, строительные материалы и строительство площадки под размещение теннисов. И хочу выразить благодарность Красноармейскому городскому совету, который идет нам навстречу. Если есть силы и желания, многое можно сделать. Вот и спортивный комплекс «Металлург» при поддержке неравнодушных людей буквально на глазах превращается в настоящий спортивный центр и гостеприимно распахивает двери не только для жителей поселка, но и для всех горожан. Продолжение следует...